У середней школы номер 21 зараз свядуться опошние работы по доброму парадкованию территории. У целом до нового научального года тут зарабили великий объем. Оснастили новой техникой блок харчавания, дарамонтовали холы и классы початковой школы. Набыли сучасные парты для учня. Усё основным за кошт спонсоров и дякуюши до помощи батьков. Особливость этой школы у капитальном подходе до справы. Я, когда приступаю к любому ремонту, я не хочу подмазывать, подкрашивать. Я хочу сделать класс новым, этаж новым. И хочу, чтобы это действительно было современно и на несколько лет вперед. Поэтому мы во всем идем вперед, не только в ремонт. Например, когда устанавливаем видеокамеры, то они у нас стоят на каждом этаже, а также есть выход на смартфон у меня. Если мы делаем пропускную систему, то мы тоже стараемся идти вперед. Работу коллективу 21-й школы всё лет оценили, как одну из лепших в городе. Подрыхтоку до новых научального года обмерковали на посяжении городских уладов. У целом больше 77 тысяч детей 1-го вересня планует принять с выше 200 установок кации в спорту Гомеля, у некоторых зараз ещё проходят опошние работы. Але до 1-го вересня справятся усе. Каждый отдел образования, спорта и туризма, администрация районов справился с поставленными задачами. Практически в каждом учреждении образования, учреждении спорта выполнен тот комплекс первостепенных работ, который влиял в принципе на получение паспорта готовности объекта к новому учебному году, ну и, конечно же, подготовку всего хозяйства к работе в осенне-зимнем периоде. С каждым годом прибавляется детского населения в городе Гомеле. Мы радуемся и в то же время спешим создать все необходимые условия, как для дошколят, так и для первоклашек. И в этом году, по кооперативным данным, на 1700 школьников станет больше и на 630 дошколят. Поэтому наша задача была открыть дополнительные дошкольные группы, благодаря чему мы ликвидировали дефицит мест в Новобелецком районе. Настасья Кучинская, Максим Славин, Телерадио Компания, Гомель.